Большой спектр МРТ и КТ-исследований, в том числе с контрастным усилением, ежедневно в клинике «Томография» на Весенний 10. КТ-ангиография артерий нижних конечностей, онкопоиск, исследование всего тела. Бесплатная консультация врача-рентгенолога и заключение опытных врачей-диагностов. Мы находимся по адресу Весеннее 10. Запись на исследование по телефону 8 800 101 8031 или 75 7031. Можно писать в WhatsApp и Telegram 8 939 840 8031. Здравствуйте! В эфире новости. С вами в студии Олеся Акинфеева. Смотрите в выпуске главной темы. Комсомольцы всех поколений отметили юбилей в ЛКСМ. 105 лет назад появилась организация, призванная воспитать молодежь в духе идей коммунизма. Тыл у нас надежный. Мобильный пункт приема гуманитарной помощи работал на выходных. Солнечный павлин завершился галоконцертом. Международный конкурс собрал лучших вокалистов, музыкантов и чтецов. В Едином Центре поддержки военнослужащих и членов их семей прошла встреча молодых активистов предприятия РОТЭП с участниками специальной военной операции, которые приехали с фронта в родной Серпухов в отпуск. Теплое белье, средства личной гигиены, медикаменты, спальные мешки. Все это представители Совета молодых специалистов компании РОТЭП, который входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей», принесли в Центр поддержки военнослужащих, где у них прошла встреча с бойцами СВО. Наше предприятие никогда не остается в стороне, и мы всегда стараемся помогать и помогаем администрации нашего города с передачей гуманитарной помощи бойцам СВО. И сегодня непосредственно по этому поводу мы здесь от лица предприятия собрались для того, чтобы передать помощь нашим бойцам. У молодых людей была возможность пообщаться с военнослужащими и расспросить их о жизни за ленточкой и как они справляются с трудностями. Бывает, что погода накатывает, очень грустно становится, но потом вот очень приятно, когда гуманитарная помощь приходит, вот дети пишут письма, очень читаем, приятно становится сразу же, понимая, что ребята, даже не все, что ребята, все ждут нас, верят нас, как бы чувствуется эта любовь, что за нас тоже переживают, что нас, про нас не забыли. Там нельзя грустить, это самое худшее, что может происходить, если кто-то грустит и паникует, это недопустимо. Сегодня ты живой, и это радует. Я хочу пожелать всем бойцам, чтобы они приехали домой живые и здоровые. Владимир, позывной пластырь, до отправки на СВО работал в больнице медбратом-анестезистом, на передовой служит стрелком-санитаром. Вячеслав, с позывным славян, в должности водителя механика боевой машины пехоты. Дома его ждут дочь Кристина, с которой он пришел на встречу, и сын Павел. Оба бойца сейчас в двухнедельном отпуске. Благодарим вас за то, что вы смогли уделить нам сегодня время. Мы безгранично благодарны вам за тот подвиг, который вы ежедневно совершаете. Мысленно мы всегда с вами, мы всегда вас поддерживаем. Вот у нас ребята молодые, всегда активно участвуют во всех патриотических мероприятиях, активно собирают какую-то помощь всегда, то, что самое необходимое, чем можем, скажем так. Мы вам, низкий вам поклон, мы вас ждем, мы вас любим, помним, ценим, мы верим, верим в нашу победу. На встрече заместитель главы администрации Татьяна Орлова рассказала военнослужащим о работе, которую ведет администрация и центр поддержки, передала бойцам лекарства, теплые вещи и шевронность с символикой нашего города. У нас батальоны, которые уходили из Серпухова, мы практически со всеми держим связь, стараемся мониторить ситуацию в ежедневном режиме, чтобы понимать, чем мы можем, включиться, чем помочь, что вам нужно, какие у вас запросы на сегодняшний день, если зимой это у нас теплая одежда, не говорю про оборудование, технику, все остальное, я говорю про предметы быта, про личные средства какие-то, то зимой это была одна история, летом это вообще банально вода питьевая нужна была. И, конечно, включались максимально быстро, старались отправлять гуманитарную помощь, вот на следующей неделе тоже большой объем гуманитарной помощи у нас поедет по всем нашим точкам, где от ребят пришли запросы. В завершении встреча, ставшая уже доброй традицией центра, общая фотография на память и подпись на флаге от медбрата с позывным пластырь и водителя механика «Славян». Надежный тыл, новая остановка мобильного пункта приема гуманитарного груза в эту субботу стал микрорайон «Ивановские дворики». Все желающие могли внести свой личный вклад в дело помощи бойцам СВО. В субботний день Серпуховичи целыми семьями приносили к брендированному автомобилю теплые вещи, средства личной гигиены и продукты питания, консервы, сладости, крупы. Люди очень здесь отзывчивые. Мы не в первый раз уже в уландских двориках. Мы всегда максимально благодарны людям. В первую очередь это благодарны бойцы, то, что мы не забываем, то, что мы их поддерживаем постоянно. Всегда стараемся быть рядом. Одни из самых активных участников акции – педагоги и учащиеся школы номер 19 имени Романа Катасонова и школы номер 18. Некоторые принесли медикаменты, а также письма со словами поддержки. Самые ожидаемые за ленточкой. Мои дети ходят в школу 19. Сегодня мы решили принять участие в данной акции, именно сбор гуманитарной помощи для наших бойцов специальной военной операции. Тем самым я считаю, что мы обеспечиваем им надежный и крепкий тыл. Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Я тоже хочу помочь не словами, а делом, потому что я люблю свою родину. Наши ребята, бойцы нуждаются в нашей помощи, поддержке. Пока тыл и фронт едины, мы тогда непобедимы. Эта акция поддержки организована муниципалитетом партии «Единая Россия» и общественной организацией по содействию и защите ветеранов боевых действий «Русич». Весь собранный груз в тот же день доставили в пункт сбора гуманитарной помощи на базе Маусер-Пуховское информационное агентство. Отсюда груз уже в ближайшее время будет доставлен в зону СВО. Комсомольцы всех поколений отметили юбилей в ЛКСМ. 105 лет назад появилась организация, призванная воспитать молодежь в духе идей коммунизма. Для многих это время молодости, личных свершений – большой и важный период жизни. День рождения любимой организации ветераны комсомола отметили праздничным концертом. «Не расстанусь комсомолом, буду вечно молодым» – это слова из известной советской песни. Неудивительно, что многие до сих пор с гордостью вспоминают свои годы в комсомоле и считают этот период одним из самых значимых в своей жизни. «В моей личной жизни комсомол решающую роль сыграл. Это и общение, это и карьера, это знакомство со всеми людьми, и это, в общем-то, настроение. Так что я очень счастлив, что я в этой кампании, то, что я прошел этот комсомол. Каждый внес свою лепту в эту жизнь, в которой вот сейчас мы проживаем. Ну, плохо или хорошо, мне все нравится». Комсомольская идея проникала в разные сферы жизни – от культуры и образования до экономики и политики. И даже сейчас юный сердцем и душой комсомольцы продолжает активную жизнь. «Наша ветеранская организация оказывает помощь нашим ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наша организация проводит работу и с молодежью, встречается с молодежью. Большую работу проводит Александр Иванович Лысиков, мы ему очень благодарны за эту работу. Мы также участвуем в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции». Свойство пятилетней юбилея ветераны комсомола отметили большим праздником во дворце торжеств Центральной. Каждый из них словно очутился на вечере встречи выпускников одной большой школы – школы ВЛКСМ. Концертную программу подготовили творческие коллективы губернского колледжа. «Шуровая душа, единственная сила, на своих плечах все беды выносила». В ЛКСМ был своеобразным пропуском в жизнь. Здесь формировались собственные ценности и убеждения. Большую роль организации в своей жизни отмечает народный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Серпухова Московской области Александр Иванович Лысиков. С 1978 по 1985 год он был первым секретарем горкома комсомола Серпухова. И свою педагогическую деятельность он начинал еще в будущем комсомольцем. О своих студентах говорит с особой гордостью. «Хочу сказать, что у меня молодежь, студенческий совет, зажигалочками хорошими являются, участвуют во всех президентских программах. Приятно отметить, что наша молодежь также является и в молодежном парламенте, и в областной думе представляют именно наши выпускники. Молодежь у нас отличная. Это будущее нашей страны. И особенно я хочу отметить, что за последние два года глядет на своих студентов, ну и в целом по стране наблюдаешь вот эти молодежные программы, молодежь изменилась». Молодежь изменилась, но все так же любит свою родину. Бабушка Владимира Егорова была секретарем комсомола, часто рассказывала внуку историю своей молодости. В память о ней он носит ее комсомольский значок, а также продолжает заложенные традиции – быть активным гражданином своей страны. «Я считаю, что в советское время это была такая единая сила, которая сплочала всю молодежь вокруг как раз-таки того, что было важно. Есть активная молодежь, которая участвует в разных волонтерских объединениях, то же самое движение первых, то есть отчасти что-то с этим связано. А есть та, которая, можно сказать, не такая активная, более пассивная. И в них как раз-таки нужно зарождать, возрождать эти традиции комсомола, чтобы молодежь у нас была укрепленной и была под спорьем государства». В честь праздника ветераны комсомольской организации Серпухова были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами главы городского округа, Государственной и Московской областной думы, а также городского совета депутатов и фонда поддержки ветеранов комсомола Московской области. В этот день по сложившейся традиции в память о погибших комсомольцах в годы Великой Отечественной войны были возложены цветы к памятнику героя Советского Союза Олега Степанова. Помочь талантам раскрыться международный конкурс «Солнечный павлин» определил лучших вокалистов, музыкантов и чтецов. При подведении итогов более 300 наград были вручены его участникам. Кто стал обладателем гран-при и кому предоставили право выступить на завершающем конкурс-галоконцерте в репортаже Маргариты Кирикович. Ой, не время нынче спать, православные, Белый голубь по лбаю, черным поршунам. Баэр Година, милая мелодия, Смеется в песне красота своих полей. Главным камертонным музыкальным событием был девиз «Великая культура великой страны». В городской округ Серпуха в этом году приехали участники со всей России, от Вологды до Астрахани. Соревновались исполнители и коллективы из Белоруссии, Китая, Италии и Америки. Конкурс у нас необычный. Мы благодарим вас за то, что вы своим творчеством его поддерживаете. Цель конкурса – показать всем самое главное, что нас объединяет искусство. А именно искусство, культура – это есть доброе отношение друг к другу. Это есть рука мира и дружбы между нами всеми. Время рать собирать, время Бога молить, чтоб грехи отпустил. Но главное, чтобы силы дал, нам в ряду отвратить. Очень актуально в свете сегодняшних событий прозвучала открывшая гала-концерт, выступление народного хора «Лейся песня». Коллектив Дворца культуры России награжден дипломом за сохранение и возрождение национальных традиций. И он хорошо известен не только в Подмосковье. Награждается вокальное искусство «Народная песня», народный коллектив «Кор» «Лейся песня». Кажется, 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 что на века без облачных просторий и широкий. Тянется, тянется, тянется по ним река. По маленьким притоку, до реки. Моя родина, милая мелодия. «Солнечный павлин» помогает начинающим раскрыть свои таланты. И ярких открытий на конкурсе было немало. Михаил Пустовалов из села Семеновское, городского округа Ступино. В номинации «Классическая эстрадная песня» сразил жюри и зрителей искренностью исполнения и стал лауреатом первой степени. Не волновался, потому что мне понравилась атмосфера в этом хорошем конкурсе. Я на нем первый раз. Я занимаюсь фортепиано, вокалом, ну еще сольфеджио. Мне нравится, в принципе, я в третьем классе учусь хорошо. И о чем мечтаешь? Ну, выиграть голос и попасть туда. То есть, который идет по телевидению, да? Да. Ну, удачи тебе, будем за тебя болеть. За два состязательных дня конкурса юными талантами было подготовлено более трехсот номеров. Каждый интересен по-своему. Не может быть такого порядка, что они все время везут, а другие все время едут. И тогда она поднимала лошадь своими сильными ручищами и понесла ее на небольшой лужок, где учительница велела всем остановиться. Вот такой озорной и веселый предстала перед жюри Пеппи Длинный Челок в исполнении Ксении Ливандовской из театра студии «Протвино». Я участвовала на таких уже конкурсах, мне вообще не страшно. Я рассказываю просто для себя, кайфую на сцене. Да, я даю очень много времени, чтобы подготовиться хорошо к конкурсам. Так, я учусь на отлично. Намечается конкурс в Ярославле. Я туда поеду 7 ноября. Вернусь 9. То есть 3 дня там буду. И я хочу завоевать как минимум это первое место. Но если мне дадут гран-при, конечно, это тоже намного лучше. То есть ты не откажешься? Нет. Ну, удачи тебе. Музыкальные конкурсы решают множество задач, в том числе и просветительских. Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства имени Елены Обрастовой, который является одним из партнеров конкурса «Солнечный павлен», считает своей обязанностью поддерживать таких подвижников, как Наталья Гаврилова. Его генеральный директор Наталья Игнатенко вручила 3 денежные премии участникам. За лучшее исполнение Арии, зарубежного композитора. И приз вручается Дарье Виноградовой. Хочу сказать большое спасибо Наталье Владимировне, потому что если бы не она, то ничего бы этого не было. Хочется, конечно же, пройти во второй тур в конкурсе Елены Обрастовой. Когда поедете? Летом. Атмосфера «Солнечного павлина» теплая. Эмблемой конкурса не случайно стала птица с золотым опелением. И вот когда было названо, кто же получил гран-при 7-го международного конкурса, в зале стало еще светлее. Ольга Скоринова, концерт-мейстер Мария Дикарна Скоринова, докладательство, дружелюбение, заслуженное коллективе Республики Беларусь, национальное и академическое архестре симфонической изграды музыки имени Гинберга. Нашим поздравлением, безумно, что мы делаем. Время, время конкурса, заслуженное, честно. Поздравления нашим. Исполнить Бетховена на цимбалах – это, казалось, недостижимой задачей. Ольга Скоринова сумела. Сейчас в репертуаре ее много серьезных произведений. Таких великих композиторов, как Рахманинов, Шнитке, Шопен. В том числе и их можно услышать на канале YouTube, который она сама же и ведет. Вместе с сестрой Машей, сидячей за роялем, исполняет и музыку белорусских композиторов. Ольга принципиально играет только на старых цимбалах. Говорит, их звучание в разы лучше, чем у современных. Мы поздравляем, это большая победа. Вы вообще думали, что так будет? На что рассчитывали на конкурсе? Я хотела сыграть так, чтобы мне самой понравилось. А результат это... Я сыграла и получила удовольствие, чтобы люди в зале тоже им понравилось. Мой инструмент, мое заведение было достойно представлено. Если хорошо подготовиться, это несложно. В любой номинации были новые имена, новые яркие исполнители. И это радует. Уровень конкурса растет. У нас люди замечательные, что дети у нас талантливые. Надо давать детям шанс и возможность, и радость того, что они делают. И чтобы это было оценено, чтобы они по жизни пошли. Не важно, будут они музыкантами. Чтобы они пошли по жизни, веря в свои силы. По древней легенде, свет, излучаемый перьями солнечного павлина, зарождает в людях огонь творчества. Значит, те, чья душа загорелась этим огнем, смогут, выходя на сцену, раскрыть свой талант. В это верит и Наталья Гаврилова. 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. И проводят акцию «Свеча памяти». У памятника на территории храма Николы Белого прошла панихида о пострадавших и убитых с 1918 по 1953. Подробности в репортаже Инны Шениной. Такое страшное было время. Врагом народа был сам народ. Любое слово, любая тема. И по этапу страна вперед. Люди представились, люди были убиты. И поэтому наша молитва за них, как за умерших, церковная молитва, она, конечно же, безусловно, важна. Вот сейчас мы с вами служим в литию, а потом идем в храм. За годы советской власти миллионы людей подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения. Их уничтожали по социальным и национальным признакам, надуманным причинам, которые указывались в доносах. В том числе и за то, что уровень благосостояния семьи был выше среднего. Этапировали тысячами в лагеря, переселяли в регионы с суровым климатом, где не было жилищ, теплых вещей, средств к существованию. Акция «Свеча памяти» объединила тысячи потомков этих людей по всей стране. Люди молятся и вспоминают своих близких. Важно совершать поступок любви к другим людям, которые были забыты. И в семье были забыты, и обществом были забыты, а потом реабилитированы. И вот мы хотим об этом рассказать людям. Мы стараемся общаться, стараемся еще в течение времени вообще какие-то беседы проводить на эту тему, смотреть вместе, например, фильмы, ходить в музей ГУЛАГа в Москве. Пройдя в храм, участники акции называют имена репрессированных. Бывший церковный староста церкви села Лукьянова. Расстрелян 20 марта 1938 года. Список расстрелянных серпуховичей содержит около 500 фамилий. И это далеко не все. Большое количество осужденных умирали еще на этапах в лагеря, в местах назначения. В их числе Александра Орлова. Копали они окопы, помогали. Она изо всех была самая старшая, ей было 50 лет. И случилось так, что ей надо было пойти к председателю за какую-то помощь, в общем, попросить. И она приходит, а, как говорится, во время, это был 1942 год, вот, и она увидела, что у них на столе, как говорится, все есть на них хлеб и лепешки. И она вот высказалась, типа, хорошо вас советская власть кормит. А у нее было семь детей. И все, и вот за это слово она пострадала. Ей дали 10 лет. В августе того же года женщина умерла на этапе. В Серпухове, в окружном управлении социального развития номер 17, состоят на учете и пользуются мерами социальной поддержки реабилитированных 251 человек. Дети и внуки репрессированных общаются друг с другом в клубе «Мемориал», созданном при Серпуховском доме ветеранов. Как вам известно из истории, наверное, в 37-м году всех наших, нашу национальность, я имею в виду корейцев, с Дальнего Востока перевезли в Среднюю Азию. Насильственным путем, можно сказать. Мой дед, у него была многодетная эта семья. Бабушка наша скончалась очень рано. Одного ребенка по дороге, ну, видимо, просто простыл, и его высадили в Хабаровске. Дед мой метался и знал, что делать. То ли ему ехать дальше со всеми детьми, оставить одного ребенка, то ли он должен остаться с этим ребенком. Но ему не позволили. Дальнейшая судьба ребенка так и осталась неизвестной. Сегодня в 21.00 и на протяжении всей недели участники акции будут зажигать в своих окнах свечи. Пройдет минута молчания в память о жертвах политических репрессий. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживаются новости на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. До встречи в эфире. Диагностика и предотвращение серьезных заболеваний без боли и стресса. Помощь врачей с мировым именем в шаговой доступности. Прием ведут опытные коллапрактологи, гастроэнтерологи, флебологи, гинекологи. Высокоточное экспертное оборудование. Гастроскопия, колоноскопия во сне. Малоинвазивная хирургия. Подготовка к исследованиям в стационаре одного дня. Быть здоровым просто. Запишитесь на прием прямо сейчас. Адрес. Город Серпухов. Московское шоссе 82А. Телефон 8-967-555-0637. Фактор долголетия. Клиника, которой вы доверяете. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok